Боевой матч получился, как и должно быть между соседями, истинная дерби. Никто не хотел уступать, много борьбы, много единоборств, где, к сожалению, мы допустили две ошибки, именно при стандарте, не доработали с повторной атакой, не доглядели до соперника. Эти два мяча не вытекали из логики, что мы должны пропустить, если сказать по игре, но ничего такого не было, не предвещало ничего в наши ворота, чем обиднее. Обиднее еще то, что получили две травмы, видимо надолго там выбыли у нас футболисты, вот это еще больше огорчает. Вопрос, чего не хватило КамАЗову в этом матче? К сожалению, атакующие действия сегодня вообще не получились, очень мало было конструктивных ходов впереди, да, какие-то непонятные действия, да, где надо было обосрять, немножко не так играли. Наверное, вот, скорее всего, игры в атаке более острой, игры в атаке не хватило. На Ваш взгляд, эмоции помешали ребятам? Ну, эмоции, у соперников были эмоции, почему это? Всегда мы между собой играем, всегда эмоции. Я думаю, нет, не перегорели именно вот, что немножко не вошли в игру, не получилась игра. Не сказали уже, что перегорели они, но, действительно, не хватало чего-то в атакующих действиях. Еще вопрос. В чем причина того, что был не реализован выход из обороны в атаку в целом? Ну, конечно, соперника не давал, да, работать здесь, ну, и, наверное, немножко, не знаю, мне показалось, что мы немножко не свежие были, и именно вот выход из обороны не хватало свежести, не хватало предложений периодически, из кого можно было выходить. Ну, и отдать должность сопернику не давал, не давал, свободную зону не давал, да, и успевал накрывать на средней зоне, чтобы мы не нацельные передачи делали. Как считаете, погода сказалась сегодня на игроках? Потому что, допустим, в начальном матче наблюдались ошибки в передачах в центре поля, ну, какие-то неоправданные напрямую саперники? Нет, классная погода футбольная. Может быть, бутсы не подобрали, там некоторые моменты в первом тайме там порассказывали, а так хорошую футбольную погоду. Играй, играй. Проиграли сами? В футболе всегда кто-то выиграет, кто-то проигрывает, все же мы сами проиграли. Ну, напряженный матч, других у нас с хозяевами не бывает. Я считаю, что ребята все выполнили, все силы отдали, заслуженно победили. Вопросы, пожалуйста. Как-то тот факт, что вы буквально там 3-4 дня назад играли в кубке, сказывался на подготовке к этой игре? Нет, не сказывался. Мы готовились к этой игре тоже. К очередному матчу выбираем состав, выходим и играем на победу. Кубок нам не помешал. На ваш взгляд, сегодня дерби получилось? Дерби получилось, жалко только, что травма там кое-кто получил, но такая борьба, я бы ему никто не хотел там никого травмировать специально. Но антураж был, болельщики болели, поддерживали свои команды, футболисты искры вышибали там друг из друга и чуть-чуть даже, может, перестарались там, особенно в первом тайме. Ну, никуда не денешься, играли одни из лидеров зоны, поэтому все хотят победить. Я думаю, что дерби был настоящим. Веренович, скажите, пожалуйста, вот какая была установка на матч, потому что, во-моему, впервые в этом сезоне сразу на 3-е вышли и Уридия, Сумарова, плюс Бабы. Да, у нас вышли атакующие игроки. Это еще раз подтверждает то, что мы играли на победу и ее, в общем-то, достигли. Я думаю, что можно было, конечно, еще раньше забивать, но как вышел, так вышел, и я не жилось. При разборе соперников, в отличие от подготовки к игре на кубок, появились изменения, на которые обратили внимание повышенное? Не понял еще раз. То есть при разборе этой игры или разборе игры, которая на кубок? Да, при подготовке. При подготовке мы хорошо знаем хозяев, они хорошо знают нас. Здесь только надо выходить и играть, показывать свои лучшие качества. Чем-то удивить друг другу мы вряд ли сможем. Очень многое зависит от того, как складывается матч, очень многое зависит от состояния ведущих футболистов и в целом игры команды. Поэтому здесь просто сошлись два камня и искры летели во все стороны. Кто остался крепче, кто выдержал, кому немножко больше улыбнулась удача, то победил. А вот довольны, ждут там команды в кубке? Да, я думаю, что мы очень так удачно выступили, прошли команду первой лиги, собрали болельщиков, болельщики посмотрели на команду премьер-лиги, приехали и надо сказать, что мы имели все шансы, чтобы более удачно выступить и с Уралом. Ну, как вышло, так вышло. Ребята просто попробовали уровень, к которому мы стремимся к выходу в первую лигу. Все-таки эти соперники будут там тоже и себя проверили, и показали, и соперникам заставили немало тяжелых минут. Я думаю, что нельзя делить кубок, чемпионат, хорошая игра, там легкая победа будет, нелегкая. Каждая игра очень важна, и поэтому мы на каждую игру, если прошли дальше, так бы настраивались и на следующую игру. Я думаю, что другого отношения быть не должно у команды, которая стремится к победе. Еще вопрос? Юрий Анатольевич, помимо трех очков, что еще дает эта победа? Уверенность в себе, уверенность, что мы можем и на выезде играть, потому что, ну, с соперниками, которые рядышком с нами по таблице, потому что мы, знаете, один матч проиграли непосредственно соперникам в Волге. Ну, вот в этот момент был такой тяжелый, все-таки там такая, я считаю, незаслуженное поражение было, ребята не сломались, и вот сейчас мы, насколько я знаю, да, на первом месте, после первого круга, это такой такой первый этап, скажем, первый шаг, надо стремиться к большему, и я думаю, что ребята сегодня показали, что они готовы выполнять задачу.